Всем доброе утро! Да, мы сегодня говорим с выпускниками, разумеется, к теме последнего звонка. У нас сегодня в гостях Анастасия Рычагова и Ильин Казакбаев. Ребята, привет! В выпускнике 2017, как мы видим, по лентам. Мы вас поздравляем. Первонаперво. Ну, скажите, с каким настроением сегодня вообще глаза открыли, проснулись в столь ранний час? Честно сказать, грустно. Да? Но ночью-то спалось? Да, конечно. Но нервы? Нет особо. Нет, не нервничайте. Ну, какие были эти школьные годы? Расскажите для вас все-таки, только честно и откровенно. Лично 11 класс для меня прошел очень таким быстрым, веселым. Не жалеете, что доучились до 11-го? Нет, абсолютно нет. Настя, для вас как? Ну, допустим, вот как я сейчас заканчиваю 11 класс, мне немного печально, потому что я много времени проводила в школе, школа стала для меня как вторым домом. Но, разумеется же, были такие моменты, что нужно опять учить эти уроки, там что-то не клеится, там нужно сдавать хвосты. И в эти моменты наверняка вы думали, ну, скорее бы, же все закончилось. Нет, в принципе, такого не было. Серьезно? Нет. Вы уникальный человек, наверное. Расскажите про вашу программу, которая сегодня будет. Вы, может быть, будете выступать как-то всегда же, какие-то номера. Ну, как обычно, будут ведущие, будет вальс, который поставят 11 классы. Вы репетировали? Да. Но только конкретно мы не будем танцевать. И также будет флешмоб. Вот. Вот, кстати, это очень интересно, потому как, ну, новое поколение, а значит, новые какие-то должны быть, да, изюминки, как бы сказала директор школы, вот бывшая до вас. Флешмоб, что из себя он представляет? Расскажите подробнее. У нас первоначально идет, получается, вальс. После вальса, получается, меняется резко мелодия и переходит, как бы, к современному танцу. А, вот. Сейчас все придут на последний звонок и уже будут знать, что сейчас будет происходить. Оля, зачем ты? Ну, мне интересно, что это значит флешмоб. Конечно, сейчас вот, понимаешь, вся школа сидит в прямом эфире, смотрит. Ну, расскажите про экзамены, они все-таки впереди, они уже совсем скоро будут. Идет ли подготовка к экзаменам или еще все, все, как всегда, на последний момент откладываем, на последнюю неделю? Ну, конечно, мы же кыргызмы должны все откладывать на последнюю неделю. А, вот так. Настя, а вы? Ну, я сейчас вообще не готовлюсь именно к школьным экзаменам. К тестированию я готовилась, а вот сейчас к школьным экзаменам нет. Что я вообще за них не переживаю. Ну, это правильно, все сдадите на пизерки. Ребят, ну, вот сегодня наверняка будет не один такой момент трогательный, когда вот что-то будет на душе скрести, какие-то кошки. Как вы будете справляться с эмоциями или будете давать волю? Ну, девчонкам можно плакать, правда? Это же совершенно нормальная вещь. Лим, а вы? Не знаю, я насчет этого не знаю. Не знаю, не смогу сдержаться. А мне кажется, в этом нет ничего такого, потому как это бывает только один раз в жизни, поэтому... Ну, совершенно... Ну, ладно, тогда к такой теме. Скажите по секрету, наверняка, вы как люди уже взрослые абсолютно, вы сегодня, наверное, куда-то пойдете праздновать это дело со своими друзьями. Насчет сегодняшнего дня мы еще не обсуждали. Обычно, Оль, мы уже просто подзабыли. Я сейчас вспоминаю, обычно это на месте решается все. Да, мы как раз таки. Мы, кажется, планировали. Настя, а у вас какие планы? Ну, вот мы тоже как бы не собирались особо сегодня праздновать то, что мы хотим вообще после экзамена, когда все сдадим, а то как-то не очень когда праздновать и в конце... Какие ответственные у нас звукники, слушайте. А вот все постоянно говорят, вот, у вас уже началась взрослая жизнь, и сегодня вы эту фразу слышите, я уверена, еще из уст многих-многих своих педагогов. Вы вообще ощущаете, что какая-то взрослая жизнь началась, что с сегодняшнего дня что-то пойдет иначе или нет? Нет. Все как было, да? Ну ничего, скоро на работу пойдете и все поймете. Кстати, вот на работе, вы уже выбрали какие-то себе специальности? Куда будете поступать? Да. Я собираюсь. Ну расскажите, кем вы хотите. За границу. Так. Программистом. Угу. А в гости. Я хочу быть клиническим психологом. Угу. То есть психология всегда. Когда решили? Я вот хочу понять, потому что многие уходят после девятого и принимают неправильные решения, как правило, очень часто. Ну, я вот решила буквально три месяца назад, где-то так. Раньше у меня были такие много разных профессий, педагог и такое вот основное. Ну, а кто-то поспособствовал этому решению или как-то методом просто собственного, да? Просто обычно 10-й и 11-й класс это то время, когда уже все-таки выпускники понимают для себя, какие им предметы важнее, больше на них делают акцент. То есть у вас все-таки такого вот заранее направления на какие-то предметы не было? Нет. Угу. Ну, а не боитесь немножечко разочароваться и во взрослой жизни в том числе, и в студенчестве? Вот все-таки чего-то же вы от студенчества ожидаете? Ну, мне говорят наоборот, что студенческая жизнь, она более такая веселая, более интересная. Угу. А вы, Настя? Ну, не знаю, думаю, то, что я не разочаруюсь. Все-таки, во-первых, мне эта профессия нравится, то, что мне это интересно этим заниматься. Угу. Угу. Здорово, что у вас такой оптимизм и что вы действительно с хорошим настроением сегодня смотрите в будущее. Мы вас хотим еще раз поздравить, разумеется. Пускай все пройдет сегодня отлично, на 5 с плюсом. И действительно, если эмоции уж будут брать вверх, то пускай так и будет, потому как я уже повторила, этот день сегодня еще один раз в году. Ну, эмоционировать прям настолько не нужно, не переживайте. После школы, как правило, начинается вообще самая-самая веселая и интересная жизнь. Поэтому со временем вы это поймете. У нас сегодня в гостях, друзья, Анастасия Рычагова и Ильим Казакбаев, выпускники года 2017. Ну, а мы продолжаем говорить про последний звонок и про школьные годы.